Всем привет! С вами Михаил Салаев и проект по видеомаркетингу на виду. Сегодня я расскажу о 9 трендах видеомаркетинга в 2017 году. Прямо под рифму получилось. Если вы маркетолог, топ-менеджер или владелец своего бизнеса, то вы поймете, на что стоит обращать внимание в ближайшие несколько лет. Итак, поехали. Инстаграм. Уже давно не новость, что Инстаграм единственная социальная сеть, которая растет в количестве пользователей, активностей и активно развивает свои рекламные возможности. Так, относительно недавно наконец-то появился формат в Stories и вы можете продвигать свои видеоролики в нем. Единственное стоит отметить, что это 15-секундные ролики не больше и вертикального формата, под который нужно подстроиться. Мы решили сразу протестировать этот формат и сделали рекламной кампании отдельно по Фейсбуку, ленте новостей в Инстаграме, а также в Stories. И в Stories было просмотров где-то в 2,5 раза больше и переходов на сайт по ссылочке, которую можно вшить в где-то 1,5-1,8 раза больше. И, в принципе, если делают мобильную рекламу через рекламный аккаунт в Фейсбуке, то больше всего именно показов идет через Инстаграм. Так что обязательно протестируйте рекламу в Stories, в ленте новостей Инстаграм и следите за новыми фишками, которые наверняка будут появляться в этой социальной сети. Вертикальный формат. Я как кинематографист очень удивлен, потому что я всегда считал, что тенденция формата видео будет вести его к такому вытянутому кадру, панорамному. То, что мы видим, например, в кино, что можно было видеть и слева, и справа, и большое пространство. Но тенденция говорит об обратном и сейчас становится о популярном вертикальный формат. То есть вот такое. Почему так происходит? Потому что мобильные устройства мы чаще всего пользуемся ими в вертикальном формате. И когда мы видим рекламное видео, то лучше, чтобы оно занимало максимальную площадь кадра, снизу доверху. Поэтому начинаю делать именно вертикальные видео и активно их использовать в том же Инстаграм. Как сделать вертикальные видео? На самом деле, если у вас уже есть видеоролик, вы сделали, то его минутный или двухминутный можно сократить до 15 секунд, а это как раз формат рекламы Stories в Инстаграме, где обязательно должен быть вертикальный формат, другой не воспринимается, то мы просто отбираем те кадры, которые хорошо смотрятся с обрезанным левым и правым краем. То есть они как бы вписываются в вертикальный формат, и таких кадров вполне можно набрать. Немножечко перестроить титры, и вау, готов ваш вертикальный ролик. Или же заранее продумывать на продакшене или делать версию, которая будет подогнана под этот вертикальный формат. Так как зрители еще не совсем привыкли к этому формату, некоторые с ними не знакомы, делают очень необычные вещи, чтобы привлечь внимание зрителя, сделать такой эффект вау. Например, человек в Инстаграме что-то нажимает, смотрит Stories, и вдруг видит обычный Инстаграм, картинка, подпись, картинка, подпись, и вдруг верхняя картинка начинает перетекать в нижнюю, что-то происходит, какие-то метаморфозы, и зритель в шоке, и потом все это, например, переходит в какой-то рекламный слоган. А как это сделано? Это просто видеоролик во весь экран, который с помощью графики сделан так, что это якобы Инстаграма квант, и уже там все это происходит. И этим пользуются, и такими необычными вещами можно обеспечить внимание зрительское и привлечь к себе внимание. А это, собственно, самое важное, когда мы рекламируем какой-то продукт. Как-то недавно узнали, что на Фейсбуке лучше заходит квадратный формат видео, а не горизонтальный 16 на 9, к которому мы привыкли. Решили попробовать, создали компанию и с одним, и со вторым форматом. И правда получилось, что и охват у квадратного формата выше, и стоимость клика по ссылке ниже. Поэтому также стоит учесть, что ВКонтакте, например, все равно до сих пор лучше работает 16 на 9 обычный формат. Так что помните, Фейсбук квадрат, ВКонтакте горизонт, в Инстаграме вертикальные видео. Но все это может измениться, а может быть скоро все будет вертикальное. Так что пользуйтесь. Персонализация. В маркетинге уже давно тенденция, чтобы делать рекламные сообщения, наиболее конкретизированное определенному человеку с его больными, проблемами и потребностями. Если это будет индивидуальному человеку, то реклама будет работать наиболее эффективно. Это стоит использовать и в видеомаркетинге. И несколько примеров. Кейс номер один – это массовый продукт, который рекламировался на всю Россию. Нужно было создать видеоролики, которые бы наиболее эффективно заходили и решили сделать таким образом. Сделали определенный список городов и сделали структуру видеоролика, где рассказано немножко о бренде, ключевых преимуществах, призывах в конце и автоматизированно сделали так, чтобы для каждого города, если его выбиваешь, подгружался видеоконтент специальных хостингов, видов этого города, который автоматически резался и вмонтировался в этот видеоролик. А вначале писалось «Вы живете в Воронеже?» или «Вы живете в Сыктывкаре?» и дальше уже показывались виды города, которые цепляли зрителя и уже переходило все это уже к рекламе. Из-за того, что это было более индивидуализировано, персонализировано, конкретно на том городе, где жил человек, если в Москве это не очень работало бы, то Сыктывкаре – это интереснее, когда видишь свой город, картинки. И этот ролик заходил гораздо эффективнее. Кейс номер два – это видео поздравление от одной компании известной, которая своим пользователям, подписчикам в Facebook и ВКонтакте присылала ролик, в котором автоматически забирались фотографии социальной сети этого пользователя. Вначале ставилась аватарка этого пользователя «Поздравляем вас», там имя, фамилия, то, что бралось тоже из социальной сети. И дальше под музыку шло слайд-шоу с фотографиями данного пользователя. То есть это видеоролик, который брендированный этой компанией, но при этом там показываются твои фотографии, это все обращено к тебе, плавно это слайд-шоу перетекает фотография бренда и того сообщения или поздравления, которое этот бренд хотел донести. Это тоже было очень персонализировано, и это один из вариантов, как это использовать в видеомаркетинге. Поэтому обязательно задумывайтесь над тем, как сделать ролики наиболее персонализированными. В следующем видео мы расскажем о тренде видеомаркетинга «Интерактивность». Ссылочка в описании. А так, мне очень интересно узнать, какие рекламные форматы используете вы в Инстаграме. Потому что я рассказал не обо всем, есть еще очень интересных два формата, где тоже можно использовать видео. Поэтому интересно узнать, чем пользуетесь вы. А так, мы обязательно об этом напишем в нашем блоге на сайте. С вами был Михаил Салаев, проект по видеомаркетингу и будьте на виду!